Аграриям и косметологам поможет Сапропель Аграриям и косметологам поможет Сапропель 8 часов ровно 18 апреля 2020 года, обновлено 8 часов 03 минуты 18 апреля 2020 года, знак авторского права из личного архива Степана Ахрименко, озеро Липово в Новгородской области. Знак авторского права из личного архива Степана Ахрименко, Москва, 17 апреля РИА Новости. Чем славится Новгородская область? Озером Валдай, монастырями и Сапропелем уникальной грязью, которая и красоту сохранит, и урожай приумножит. Сапропель – многовековые донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организму, планктона, а также частиц почвенного перегноя. Сейчас в Новгородской области разрабатываются три месторождения Сапропеля на озерах Липова, Сухое и Савкино. В 2012 году, в 20 километрах от нашего производства, в глухом лесу, мы обнаружили месторождение органического Сапропеля. После проведения серии лабораторных тестов было принято решение о добыче Сапропеля, рассказал Борис Русинов, руководитель предприятия по производству удобрений. 6 февраля, 17-44 Рианаука ученые вырастили пальмы из древних семян времен царя Ирода по его словам, главное преимущество Сапропеля по сравнению с Илом или Торфом чистота. Он не содержит гельминтов, вредных бактерий, кишечную палочку, семена сорняков и растений. Также реликтовая грязь насыщена макро- и микроэлементами, органическими кислотами. На данный момент наибольшее распространение в мире получили гуминовые удобрения из бурого угля, но это вчерашний день, считает Русинов. Органоминеральные удобрения из Сапропеля максимально сбалансированы и эффективны по сравнению с другими гуминовыми продуктами. При норме внесения 1 литр на гектар можно получить прибавку в урожая до 50%, не меняя технику выращивания, подчеркнул Русинов. Более того, удобрение из Сапропеля улучшает качество урожая и структуру почвы, а самое главное снижает содержание нитратов и средств защиты растений. Наши аграрии народ консервативный, поэтому внедрять новый продукт достаточно тяжело, говорит предприниматель. 23 ноября 2019 года, 12 часов 02 минуты косметолог объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток узнал, что они удобряют им свои огороды, твердили, что это чудодейственная лечебная грязь, рассказал он. И он был так впечатлен свойствами Сапропеля, что переехал из столицы в Великий Новгород и занялся разработкой месторождения реликтовой грязи. Анализ проб в Темирязевской сельскохозяйственной академии показал, что у Сапропеля уникальный органический состав, и предприниматель начал производить удобрения в сотрудничестве с Новгородским институтом сельского хозяйства. Но меня никак не покидала мысль о лечебных свойствах грязи. Я решил отправить Сапропель на анализ в Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России. И получил бальнеологическое заключение, которое подтвердило лечебные свойства нашей грязи, отметил Степан Охременко. 13 декабря 2016 года, 10 часов 34 минуты эксперт, потребление косметологических услуг в России выше, чем в Европе в рамках ВИ, Национального конгресса «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который прошел недавно в Москве, состоялся всероссийский конкурс «Парад клиник-2016». Председатель оргкомитета конкурса Юлия Миронова в интервью РИА Новости рассказала об основных тенденциях современной косметологии. По его инициативе в одном из санаториев Новгорода было открыто грязелечебное отделение. По словам предпринимателя, от людей, которые прошли грязелечебные процедуры, поступают только положительные отзывы. У Липовской лечебной грязи очень богатый состав гуминовые и фульвовые кислоты, различные витамины и микроэлементы, магний, марганец, медь, сынк и другие. Важно, что озеро с реликтовой грязью находится в экологически чистом районе, вдали от вредных производств и автомобильных дорог. В сапропеле нет патогенных бактерий, он защищен от антропогенного воздействия, это уникальная реликтовая лечебная грязь, продукт многовекового природного синтеза остатков растительной и животной жизни, как будто специально созданный самой природой для лечения людей, заключил Степан Охременко.